Приходилось ли вам что-то терять? Наверное, приходилось. Каждому из нас приходилось что-то терять. Это очень неприятно потерять. А если мы потеряли себя, как найти себя? Ведь меня нет, я потерялся. Кто может найти меня? Нужен кто-то, кто найдет меня. А если потерялось все человечество, кто найдет это человечество? Оказывается, только Бог может найти потерянное человечество. Как делает это Бог? Он совершает это через Иисуса Христа. Давайте мы послушаем, как можно найтись в Иисусе Христе потерянному, и как не потеряться в Нем. Мы будем читать из Священного Писания текст, который записан в послании апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава, 8-9 стихи. Послание апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава, 8-9 стихи. Павел пишет, рассуждая о себе, о том, что он имел, и заявляет, «Да и все почитают счетою, ради превосходства познания Иисуса Христа Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сорт, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Павел пишет, что он имел все преимущества, живя в этом мире. Он имел хорошее положение в обществе, прекрасное образование, имел достаток. Собственно, человек мог рассчитывать на благополучие, но он все это почитал за сорт, то есть он посчитал, что все это ничто, как мусор по сравнению с тем, что он приобрел. А что, собственно, он приобрел? Бродячую жизнь проповедника, ни семьи, ни дома, ни имущества, ни машины, ни кредитной карточки, ничего нет, ничего не имеет и всем обладает. И он говорит, что он предпочитает такую жизнь, жизнь со Христом, чем жизнь полную внешнего материального благополучия. И говорит, я все почитаю за сорт, за ничто, ради того, чтобы приобресть Христа. Вот Христос для Него оказывается самое большое приобретение. И не только приобресть Христа, он пишет, чтобы найтись в Нем, найтись во Христе. Во-первых, это понятие «найтись во Христе» предполагает, что что-то потеряно, предполагает некую потерянность. И из-за этого-то Павел и хочет найтись. Знаете, потерянность, потеря, пропажа – это очень нехорошие вещи. Мы не любим что-то терять. Если человек потерял расческу, ну, это еще куда не шло. Ключи от машины потерял – это уже очень серьезно. Но если… это все еще можно найти. Но если потерял, скажем, сына или дочь – вот это уже, конечно, несравненная потеря. Но еще хуже, когда человек теряет сам себя, когда человек не может себя найти. Вообще, понятие потерянности – это понятие, которое предполагает, что человек не может видеть ориентиры, не знает, куда идти, не знает, что делать. Это состояние такой растерянности. Как правило, потерянный всегда взывает, он кричит, он находится в страхе, в испуге. Это действительно так. Может быть, самый простой пример, когда человек теряется где-то в лесу, его сразу охватывает это беспокойство, он не знает, что делать. Он теряет, собственно, самое важное – расположение духа теряет. Теряет здравомыслие в этот момент. И вот это состояние потерянности часто наступает тогда, когда какой-то конфликт, когда человек попадает в трудные обстоятельства. Нам, наверное, знакомы эти состояния, очень неприятные состояния потерянности. Я вспоминаю случай, который описан в Новом Завете, когда любимый ученик Иисуса Христа, Петр, апостол, человек, который посвятил свою жизнь, чтобы следовать за Иисусом. Человек, который, собственно, так мужественно заявлял о себе и всегда исповедовал, что Иисус – это Господь. В ту ночь, когда Иисуса взяли, в ту ночь, когда Он претерпевал вот эти страшные страдания, когда Он стоял перед Синедрионом, совершенно беспомощный, не отвечая на вопросы, Его бьют, Он молчит. Конечно же, в эту ночь для Петра наступила вот эта полоса потерянности. Он полностью потерял себя, потерял ориентир в жизни. Он шел до этого, как ему казалось, очень ясно, понятно. Он шел за Иисусом. Абсолютно правильный путь. И вдруг полная потерянность. Он уже не знает, что делать. И не только он. В жизни многих героев Библии наступали моменты, когда они терялись и теряли себя, теряли ориентиры, не понимали, что делать, куда идти. Илья, после такой грандиозной победы над пророками Ваала, испугавшись царского дома, вдруг оказывается в пещере, и Бог спрашивает, «Илья, чего ты здесь?» А он потерян, он не знает, что делать. Он растерялся, он не видит ясно пути, он не понимает, куда идти надо. И таких примеров, конечно, очень много. Собственно, мы с вами тоже находимся очень часто в состоянии потерянности и исчезновения ориентира и понятий в жизни. И, собственно, не только в состоянии кризиса, даже в очень благоприятных условиях можно потеряться. Можно просто потерять себя. Вы, наверное, все хорошо знаете об одной семейной паре, муж и жена, которые потерялись в раю. В самых прекрасных условиях Адам и Ева потерялись в раю. Им не надо было заботиться о доме, не надо было заботиться о конденсионере, не надо было заботиться о пище, о машинах, о всем хозяйстве. У них, собственно, все было. Они жили в самом настоящем, в реальном раю. И вдруг они потерялись. Так часто бывает с людьми, когда человек, может быть, находится в самых благоприятных условиях, сидит в мягком кресле, слушает музыку, сытый, довольный, а глаза пустые, потерян. Потому что потеряться – это состояние, которое не только привычное, знакомое, это состояние, которое охватывает каждого человека и всех людей. По сути дела, все человечество – это потерянное человечество. Потерянное не только для Бога, потерянное для себя. И вот тогда, когда мы говорим о потерянности, то возникает вопрос, а как же найти себя? Как же снова вернуться? Ну, одно дело, если потерял ключи, можно поискать где-то, вспомнить, где ты мог оставить, найти эти ключи. Можно найти какие-то предметы, можно найти человека, который потерялся в лесу. Можно пойти ему навстречу, аукнуть и как-то найти этого человека. Но если ты сам себя потерял, как найти? Кто может найти? Потому что нет того, кто может найти. Я должен найти себя, а я потерялся. Исчезает, собственно, предмет и субъект и объект поиска. Все исчезает тогда, когда человек теряет себя. А люди, собственно, потеряли себя. И найти самим себя, они просто не в состоянии. Раз потерян, то не можешь уже и найти себя. И в этом случае, конечно, есть только один выход. Кто-то со стороны должен помочь. Кто-то должен выйти навстречу и протянуть руку помощи. Должен указать путь. И надо сказать, что Бог тогда, когда Адам и Ева потерялись в раю, не оставил их так. Он взывает и говорит, Адам, где ты? Ты потерян, Адам. С тобой что-то неладно. Где ты, Адам? Адам начинает оправдываться. Бог направляет его, дает ему определенные указания, что делать дальше. Потом Бог дает больше указаний через закон Моисеев, через естественный закон, который вложен в сердцах многих людей. Собственно, Бог дал дорожную карту человеку, чтобы найти духовный мир, чтобы найти Бога и таким образом вернуться к самому себе, найти самого себя. Потому что иначе найти себя невозможно. Есть моральные принципы, есть красивые, очень ясные указания, заповеди, как поступать. Но, к большому сожалению, человек, даже имея дорожную карту, даже имея ясные указания, не в силах все равно найти себя, найти путь в духовный мир, найти путь снова в потерянный рай. Он просто не в силах это сделать. Это доказывает вся история человечества. Все люди, собственно, мучаются, ищут, и, зная, куда идти, все равно не доходят. Почему так? Почему Бог сразу дал только указания, но не требует и не помогает человеку, не протянул ему руку сразу, чтобы вытащить человека, а дал только заповеди, закон для того, чтобы человек спасся? Знаете, очень интересную картину описывает евангелист Лука. В 15 главе его Евангелия описаны три притчи. Все, я думаю, хорошо знают эти притчи. Сначала он описывает притчу о потерянной овце. Когда у пастуха было сто овец, и одна из них потерялась. И пастух идет, ищет и находит эту овцу. Потом он описывает аналогичную ситуацию, но уже женщина потеряла драхму. Притча о потерянной драхме. Драхма – это небольшая монета. То ли это физические деньги, монета, которая что-то стоит, то ли это какая-то драгоценность, которая была очень важна для этой женщины. Это, собственно, не имеет никакого значения для истолкования этой притчи. Важно, что она что-то потеряла, важное для нее, существенное для нее. И ищет. И тогда, когда она находит, она радуется. И третья притча тоже о потерянном. Но уже не об овце, не о драхме, не о монетке, не о деньгах, а потерянный сын. Она часто называется притча о блудном сыне. Был человек, у которого было два сына. И вот интересно, что оба сына потерялись, только по-разному. Один сын потерялся чисто физически. Он вышел из дома, взял свою часть имения, свои деньги взял и ушел очень далеко, в далекую страну. Второй сын был рядом, но он был такой же потерянный, как и первый сын. Потому что он не понимал отца, он жил совершенно в другом мире, и он ориентировался на другие ценности совершенно. Собственно, он был тоже потерян для отца. И вот интересно, что по-разному совершенно происходит поиск потерянного. Если пастух выходит, ищет эту овцу беспомощную, которая ничего не может сделать сама по себе, находит и приносит на плечах своих. Женщина ищет монетку, потерянную монетку, потому что монетка сама найти с ней не может, не в состоянии. То отец просто ждет, молится. Он терпеливо ждет, когда сын придет в себя. И первый, и второй сын придет в себя. Он, безусловно, хотел бы что-то сделать, но почему-то он хочет воспитать сына. И для этого он не заставляет сына быть дома, а дает определенную свободу ему. И это все, оказывается, нужно было для того, чтобы сын осознал свою потерянность. Именно тогда, когда человек осознает свою потерянность, Бог может прийти на помощь, потому что именно людям Бог дал определенную свободу. Он дал им возможность осознать свою потерянность и возопить к Богу, обратиться к Нему. И тогда Бог выходит на помощь. Об этом еще было сказано в Ветхом Завете, пророчески, книги пророка Езекииля, 34 главе, в 16 стихе Господь говорит так. Потерявшуюся, Он говорит об овцах стада своего, потерявшуюся – отыщу, и угнанную – возвращу, и пораненную – перевяжу, и больную – укреплю. То есть Господь говорит, что Он это сделает Сам. Он выйдет навстречу, но Он почему-то не спешит. Он дает возможность людям не только осознать свою потерянность, но и начать движение к Богу, открыть себя по отношению к Богу, захотеть быть с Богом. И тогда только Он приходит на помощь. И приходит на помощь очень интересным способом. Он не просто заставляет человека обрести себя. Он посылает в мир Иисуса Христа. Сегодня как раз такой день, когда мы особым образом вспоминаем то, что сделал Христос. Он пришел на эту землю именно для того, чтобы взыскать и найти. Найти потерянное, найти пропавшее. Собственно, все люди, потерявшиеся, пропавшие, нуждаются в том, чтобы их Господь нашел. И Он делает это, но делает необычным образом. Не насильственно спасает, как овцу, там, скажем, или как монетку, а Он спасает таким образом, что Сам пошел на крест для того, чтобы уплатить за нас цену выкупа и цену спасения. Дело в том, что люди, даже если бы Господь и взял каждого из нас, из людей, и привлек к себе, люди не способны быть, не могут быть в общении с Богом. Сначала надо очистить этих людей. Сначала их надо освободить от греха, потому что Бог не потерпит в своем присутствии, не потерпит в себе, в духовном мире грех. А, собственно, потерявшиеся люди, потерянное поколение, потерянное человечество – это то состояние, которое чаще всего приводит к тьме, к греху, к расстройству. Собственно, часто говорят, что потерявшиеся – это волонтеры тьмы, волонтеры зла. Они сами готовы идти на зло, потому что они не знают, куда идти. А раз они не знают, куда идти, то сатана в духовный мир зла подхватывает таких людей и ведет ко злу. И человек в силу как раз своего природного греха, в силу первородного греха, в силу того, что он по природе грешник, не может быть спасен Богом просто так. Бог не может вытянуть за руку из этой тьмы, из этого болота человека. Он должен этого человека очистить. И для того, чтобы очистить человека, для того, чтобы дать возможность прощения этому человеку, Христос и приходит в этот мир. Христос приходит таким образом, как Спаситель, как Искупитель и как Освободитель, как Тот, Который находит, Проводник Который находит потерянного. И находит Он этого потерянного таким образом, что сначала должен был пойти на крест. И это, собственно, была кульминация. Это был самый высший момент, когда Бог посылает Сына Своего на крест ради того, чтобы человека очистить, чтобы все человечество подготовить к спасению, для того, чтобы дать принципиальную возможность человеку для спасения. А после этого Христос снова действует. И Он действует до настоящего времени Духом Святым, когда Он стучит в сердца людей, когда Он зовет, когда Он обращается к человеку, который потерял себя, потерял мир, потерял окружающую действительность, не знает, что делать. Даже если Он на некоторое время вроде куда-то идет, какая-то дорога ему понятна, Он строит дом, Он растит сына, Он как будто бы готовит для себя что-то. Но потом, остановившись, одумавшись, Он понимает, что Он блуждает в тьме, Он блуждает по одному кругу в этом заблудшем лесу, и не может выбраться. И тогда Господь Духом Святым стучит в сердце человека, обращается к человеку и предлагает ему руку помощи. Это рука, протянутая сегодня. И сегодня Господь зовет и стучит, и говорит, «Если ты потерялся, если ты не знаешь, куда идти, если ты потерял свои ценности, потерял близких, не только в физическом смысле, может быть, более страшно даже в духовном смысле, то обратись. Господь готов протянуть руку и помочь. Господь готов открыть очи и дать ясные указания, куда идти. Показать выход из этого тупика, показать выход из леса, в котором, кажется, нет никакого выхода. Но для этого надо обратиться к Господу, надо согласиться, надо увидеть себя. И даже если мы уже увидели себя, даже если мы уже согласились и обрели ясность, и у нас был свет, и было понятно, куда идти, все равно мы идем по этой жизни, и часто мы снова спотыкаемся, и нам снова нужно найтись во Христе. Потому что спасение только в нем, во Христе. Если человек не попадает в Христа, если он не обретает себя во Христе, то другого способа найтись в этом греховном мире просто не существует. Христос это вводит в церковь, Христос это ковчег спасения, это и есть, собственно, тот инструмент, если можно так выразиться, это тот способ, которым Бог спасает каждого из нас. И спасает не только однажды, но и ожидает, что мы продолжим свой путь правильно. Но даже если мы, уже идя по правильному пути, останавливаемся и спотыкаемся, и снова теряем ориентиры, мы знаем, куда обращаться. Я хотел бы прочитать очень интересный стих, которым заканчивается 118-й псалом, самый длинный псалом из книги Псалтырь. Последний стих этого псалма звучит так. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл». Это состояние, которое уже относится к людям, которые некогда обрели заповеди, обрели ясный путь, знают, куда идти и как действовать. И все-таки Давид или другой автор этого псалма, мы не знаем точно, кто написал этот псалом, взывает к Богу, обращается и говорит, «Я заблудился». Это состояние бывает и с верующими людьми. Мы тоже в состоянии потеряться. Потеряться, потому что вокруг слишком много соблазнов, вокруг слишком много поводов для греха. Мы часто спотыкаемся через свои желания, через свои интересы и не знаем уже правильного пути. Но в таком случае есть возможность вернуться. Псалмопевец взывает и говорит, что «Ты, Господи, спаси меня!» «Ты, Господи, выведи меня!» Это то состояние, которое, собственно, должно быть у нас постоянно. Как только мы отошли от того пути, которым шли, когда все было ясно и понятно, нам снова надо взывать к Богу, снова возвращаться. И вечеря Господня – это как раз с одной стороны момент, когда мы оцениваем себя, взвешиваем все свои действия, анализируем, что мы делали, как мы жили, правильно ли мы прошли путь последнего месяца. И если мы видим что-то не так, взываем к Богу. Это момент остановки. Это первое значение вечери. А также вечеря – это праздник. Праздник обретения. Праздник того, что мы снова видим правильный путь. Вспомните, как заканчиваются все три притчи 15 главы Луки. Они заканчиваются радостью. Пастух, который нашел овечку, радуется вместе со всеми своими товарищами. И даже на небе радость от потерянной отцы. Женщина, которая нашла драку, созывает соседей, созывает соседок, созывает подружек своих и радуется от того, что нашла. А отец, какой пир устроил, когда сын нашелся. И как он работает старшим сыном, чтобы и старший сын присоединился к этому пиру, и тоже нашелся, и правильный путь обрел. Эта радость, собственно, сегодня приближит всем нам. Мы тоже можем радоваться от того, что сделал для нас Господь Иисус Христос, Который умер на кресте за нас, Который воскрес для того, чтобы найти нам путь оправдания, и Который сегодня устраивает праздник для нас, праздник обретения ясного пути, обретения самого себя, обретения Бога и духовного мира. И дал бы Господь, чтобы на этом празднике никто не был просто присутствующим, но чтобы все мы были участниками этого великого торжества в нашем Господе Иисусе Христе. Аминь. Помолимся Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok